Прошла магнит-косметика. Посмотрим. Очищающий кей-д нормальный. Эта продукция тоже появилась. Магнит-косметик раньше не было. Мерцающий кофейный скраплят тела. Это идёт... Что это? Это кель для душа. Да. Дальше идут... Как-то нам попробовать... Восстанавливающая гель-маска для лица. Это идёт... Пилинг. Надо пилинг мне тоже взять. Закончился. Это идёт... Корейская... Прикольная... Такая вот штучка. Это идёт... Умывашка. Цена... Такая вот есть. Это пилинг идёт. Это идёт скраб. Это идёт... Ночная маска. Всё такие вот. Сыворотка для лица. Для жирной. Не сухая кожа. Вот. Для жирной. Это для сухой. Невелин. Такая большая. Семьсот пятьдесят миллиграмм стоит. Всего же двести шестьдесят девять. Мицеллярная вода. Дальше идут... Это вроде бы... Идёт сыворотка. Да, сыворотка. Уложняющая. Цена... Четыреста сорок девять. Потом идёт чёрный жемчуг. Это тоже нежный скраб для лица. Цена девяносто девять. Идёт тоник. Тоник. Очищающий. Для сухого. Мне такой нужен тоник. Для сухой. Это идёт пенка-мус. Это идёт... Удаляет макияж. Очищает без сухости. Для умывания. Так. Двести шестьдесят девять. Также идёт пенка-мус. Для умывания. Для... Это сыворотка идёт. Такие вот... Крем для кожи-бек. Это что? Это для контура глаз. Глубокого здесь против усов. Сучонку. Не самое то. Сейчас. Не высыпаюсь. Это идёт ночной для лица. Это темной. Недорого вообще. Это идёт маска для лица. Надо вообще... Взять дюжетные маски. Прямая. Протестировать. Потому что цена вообще дешёвая. Это очищающий мицеллярный для умывания. Это же крем для рук, лица, для тела. Такой брала. Он не подошёл. Я брала вот такой вот. Дальше идём. Здесь супные пасты. Здесь сейчас пройдёмся. Так. Здесь идут детский отдел. Шампунь. Успокаивающе. Вот такой брала. Мне очень нравится запах. Прям вообще обалденный. Детская пенка для умывания. У нас вот такой вот набор. Для душа. И шампунь. Так. Здесь идут такие вот шампунь. Мыло. И мыло очень классно пахнет. Прям обалденно. Ватные палочки. Присыпка. Так. Шампуни разные. Крема. Здесь бутылочки. Игрушки. Так вот. Прокушай. По пупсикам. Памперсы. Это что за это? Ночные трусики. Чё-то вот это. Ну, мыло. Такого вот, да? Вроде нам не подошёл вообще. Ну, не знаю. Ну. Ну. Мне они понравились. Ну. Дочки не подошли. Вот здесь. Специально берёшь на пробу. Два памперсы. Подошли. То можно брать. Хорошо бы там придумали. Дальше тут шампуни. Маски. Такая вот маска для волос. Восстановление. Цена 39. Такая вот маска. 449. Это колесам-ополаскиватель. Такой вот есть. Типа. Столько с бананом. Экстрапитами. Вот. Кажется, на. Это идёт масло. Цена тоже 440 кг. Есть такое вот масло. Это идёт тоже вот. Это идёт шампунь. Это такая вот маска. Скраб-маска. Так. 1019 шампунь стоит. Маска-скраб 349. Не рисовали. Я люблю Эльсэ. 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 Такое вот масло. Цена. А подскажите кисточки для крашивания. насоч cane. Спасибо. Эльсэ. Такие вот наборчики, наборчики для детей, что-то что-то. Такой вот наборчик. Здесь идет спрей, кондиционер и детский шампунь. Тоже хороший наборчик. Масок. Органик, вообще хорошие маски. Это крем для тела, это для груди, это для тела, увлажняющий для ног. Обязательный крем для лук, прикольно. Ленор. Ленор мне нравится вот такой вот аромат. Капсула. Здесь тоже подарочные наборы, удобно брать. Вот такой вот наборчик с Невея. Вот такой вот есть наборчик. Вот цена на этот набор 799, на этот 999, на этот 659, на этот 279. наборчик для мужчин. Вот такие вот. Здесь куча тканевых масок. Классные. Надо как-нибудь взять по одной и попробовать каждую. Такие все классные. Ну и цены здесь разные. Здесь вот эта вот вроде бы самая дорогая. 259 стоит. Да. Самая дорогая. Да. Самая дорогая. А нет, дороже, вот. Вот самая дорогая. 400. эти вот классные хвалят их бальзаму с ароматом кокусы с ароматом банана и манго цена 179 так пройдем дело косметики помады здесь как-то непонятно все послушано и не знаешь какие цены точно в основном сейчас я заказываю через интернет так удобно такие вот масла как хвалили карандаши прикольные салат Раз, раз. Нет, так нечестно. Давай толстик. Босс. 50 миллилограмм стоит. Это вот самый классный аромат. Стоит 4127. А 32777. Друзья, я хотела бы спросить у вас. Кто сталкивался с опрелостями у маленьких речишек? Вот. Нам ничего не помогает. Сначала взяла вот такой вот крем с календулой. Даже красноту не убрал этот крем. Прям хуже стало. После я взяла вот такую вот цинковую мазь. Тоже по отзывам прочитала. Всем помогает. Но нам тоже не помогает. Ну, прошла немножко краснота. Ну, все вот эти вот, как сыпь, не проходит. Потом я взяла Боро Плюс. Боро Плюс моему сыну, вот. Я ему сколько тоже масла. У него не проходит. Как Боро Плюс намазала. У него все прошло. Но моей дочке тоже это не подходит. Ну, я не знаю. Потом я взяла нестатиновую мазь. Нестатиновая мазь в холодильнике. Она тоже не помогает. Я уже не знаю, какой крем брать. Может, вы посоветуете, что вам, что вашим детишкам подошло. Говорят, еще хвалят суда крем. Но я не знаю, подойдет это или нет. Ну, я сейчас мажу Боро Плюс. И сверху присыпку. Но все равно мы и поменяли памперсы. А нам японские не подошли. Я опять перешла на Хагис. Двоечка. Но уже надо троечку брать. Потому что ей это уже как бы немножко мало. Приключения у нас не заканчивались. После того, после апрелости, у нас еще была во рту молочница. Но спаслись мы от молочницы за один день. Благодаря этому средству. Кандид. Я наносила на марлю 3-4 капли. И обмазывала рот. Где-то 3 раза в день поделала. А на следующий день уже не следа от молочницы. Всем рекомендую вот это вот средство. Кандид. Можно взрослым и детям. Но здесь не написано, что можно детям. Но можно детям. По 3-4 капли капать. А взрослым 10-20 капель. Такие вот дела, девочки. Пишите в комментариях, какие средства помогли вашим детям избавиться от жуткой этой апрелости. Я уже не знаю. Да. Я стараюсь менять часто памперс. Да. Даже иногда ночью я не одеваю ей памперс. В стиле пеленку. Чтоб папочка дышала. Я уже не знаю, какой крем ей мазать. Какой брать. Может, вы посоветуете, что вам помогло избавиться. Напишите в комментариях. Буду ждать. Мы вышли в магазин, а здесь у нас снег пошел, метель. Классно как. Вот идти в магазин. Хочу что-нибудь приготовить. Дома сыра нет. Я же сейчас.